Что содержится в сале? В чем польза сала для легких и других органов? Как правильно использовать сало для здоровья органов дыхания? Смотрите видео до конца. Вы поймете, что сало полезно организму, и особенно не стоит от него отказываться ради здоровья легких. Человеку для нормальной жизнедеятельности необходимо употреблять пищу, в которой содержатся белки, углеводы и жиры. Это основные три компонента, обеспечивающие работу всех органов и систем. Конечно же, еще нужны и витамины и минералы, и множество других ингредиентов, участвующих в биохимических превращениях. Жиры бывают растительными и животными. Среди животных жиров особое место занимает жир свиной, особый вид холодной закуски – свиное сало. Оно с давних времен использовалось людьми. Сейчас все больше диетологов склоняются к тому, что это полезный продукт и рекомендуют его применение, особенно тем, кто страдает хроническим воспалительным процессом в легких. Что содержится в сале? Сало – это твердый жир свиньи, запас питательных веществ животного. В его составе более 85% полезных жиров, которые легко усваиваются организмом человека и используются для построения клеточных мембран, совершенствования работы головного мозга, печени и почек. За счет ненасыщенных жирных кислот происходит образование защитной оболочки внутри легких, повышается активность противовоспалительных факторов. Кроме жиров, сало содержит витамины и минералы, способствующие укреплению сосудов, повышению иммунитета. Сало обогащает организм энергией, делает его более устойчивым к инфекциям, позволяет противостоять неблагоприятным факторам, способствует очищению. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, чтобы никогда не пропустить новых выпусков. В чем польза сала для легких и других органов? Наличие большого количества полезных жиров делает сало почти лекарством при заболеваниях легких. Благодаря употреблению в пищу этого продукта усиливается местный иммунитет, повышается возможность противостоять возбудителям по всему протяжению дыхательных путей, начиная от полости носа до альвеол, специальных мешочков, в которых происходит газообмен. Активизируется противовоспалительная система. Происходит восстановление нарушенных в процессе воспаления легочных структур. За счет высокой калорийности организм получает энергию, которую может использовать в борьбе с воспалением и для уничтожения вирусов и микробов. Повышается интенсивность кровотока. Газообмен в легких и тканях происходит более интенсивно. Укрепляется сердечная мышца, обеспечивающая оптимальное кровяное давление в большом и малом кругах кровообращения, а значит во всем теле и в легких. Употреблять сало врачи советуют людям в период повышения заболеваемости респираторными инфекциями, при которых страдают не только верхние дыхательные пути, но бронхи и легкие. Свиное сало помогает быстрее поправиться тем, у кого развилась пневмония. Оно поддерживает больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом, ускоряет выздоровление от туберкулеза легких, помогает сало и другим органам и системам, укрепляет кости и повышает тонус кожи, стимулирует работу головного мозга, позволяет мышцам дольше трудиться, обеспечивая их энергией, помогает процессам очищения и детоксикации, мягко влияет на эффективность пищеварения, поддерживает сердце и сосуды, стабилизирует гормональный фон. Напишите в комментариях, любите ли вы сало? Как правильно использовать сало для легких? Полезно есть сало на завтрак, тогда оно не только улучшает работу легких и стимулирует иммунитет, но и не дает образовываться лишним килограммом. А каждый дополнительный килограмм – это нагрузка на легкие и сердце. Как ни странно кажется, но сало нормализует жировой обмен, повышает уровень хорошего холестерина, препятствует развитию атеросклероза. Небольшой кусочек сала утром натощак – это гарантия поступления достаточного количества энергии, улучшение газообмена в легких, ощущение сытости до обеда, высокий уровень иммунитета. Всего 30 грамм сала в день и работа органов дыхания, а также и других органов и систем будет происходить в оптимальном режиме. Продолжение следует... Продолжение следует...